итак что такое нейронные сети очень простыми словами и как она работает у нас есть следующая модель которая представляет собой нейронную сеть у нас есть данные у нас есть слои у нас есть функции потерь у нас есть обратное распространение у нас есть процесс оптимизации это все повторяется человек задает сколько раз то повторяется нейронная сеть не учится первого раза поэтому мы должны указать количество эпох количество эпох это количество повторений процессов подачи данных в слои функции потери обратное распространение и в оптимизацию вот то есть каждый раз значит есть такой и итеративный процесс то есть он каждый раз потихонечку оптимизирует 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 давайте с вами перейдем к следующему сайт что такое данные данные представляют собой тензоры простейший тензор эта таблица в excel я даю пример имя андрей катя рост 176 164 вот это простейший тензор в тензоре могут быть представлены в виде тензоров могут быть представлены видео аудио файлы и все что угодно фактически может быть уложено в тензоры любая информация цифровая и даже текстовая информация может быть уложена в тензоры слои что такое слои слои это простейшие формулы вот у нас есть данные мы подаем их слои у нас два слоя w x plus b что такое w w это вес b это ошибка x это входные данные между w x операция умножения между w x и b операция сложения вот то есть умножаем вес на входные данные и прибавляем ошибку далее мы опять у нас входные данные уже есть основы x и мы опять умножаем вес на x и прибавляем ошибку это все формула простая и главное что нужно понять что к оптимизационный параметр здесь два оптимизационных параметра вес и ошибка давайте разберем что это такое значит оптимизационные параметры это вот у нас мы в классической модели мы закладываем все четко мы говорим значит а если мы говорим вот дай мне яблоко да вот что классическом программировании как мы сейчас это делаем мы говорим значит подойди два шага вперед повернись направо пройди шаг вперед повинена лево значит пройди два шага вперед протяни руку до яблока возьми яблоко и так вот сейчас все делается гораздо легче сейчас вместо того чтобы обозначить эти шаги просто говорится цель принеси мне яблоко и нейронная сеть делает так что она оптимизирует данные вот эти параметры для того чтобы вы получили результат быстро меньше количество в движении меньшее количество кода и это позволяет вам дает вам гибкость то есть вы уже это что-то больше приближается такому человеческого общению но вот нейронные сети это на основе модели мозга и основана но вот это знаете такое не так чтобы вот мы же когда идем берем яблоко мы не думаем вот мы возьмем руку поднимем ее опустим там сделаем что-то мы знаем цель и мы идем к не цели мы делаем это автоматически вот нейронная сеть это делает практически автоматически она оптимизирует эти параметры и везде где есть параметры то есть у нас есть допустим станок чп у есть человек который работает станком с чп у мы можем заложить модель этого станка и там где управляет им человек поставить оптимационный параметр или допустим мы настраиваем какую-то сложную систему да мы настраиваем станок или мы допустим а вот что-то сортируем яблоки да то есть это можно сделать с помощью нейронных сетей простые задачи она выполняет лучше чем человек а более сложные задачи значит есть небольшая проблема что градиенты все изучены дериватива градиента это дериватива градиент это основная составляющая нейронной сети но вот практик практическое применение пока не изучена то есть мы не можем поставить куда-то не знаю там вот орган человека поставить нейронную сеть конечно если она будет делать какие-то простые операции это можно сделать но могут быть непредсказуемые случаи вот и сейчас вот многие люди наценины на то чтобы изучить практически как работает нейронная сеть этот опыт использовать для того чтобы внедрять нейронные сети в наше общество но значит то есть но работает нейронная сеть на задачи сортировки яблоко на задача классификации иногда лучше и точнее чем человек и совершает гораздо меньше ошибок поэтому мы двигаемся к следующему слайду значит дальше идет функция потерь от нас есть данные есть слои данные поддаются слои которые используются получается результат то есть от этих после двух формул wx пазби wx пазби у нас получается какой-то результат лишь только функция потерь значит для того чтобы вычислить нам нужно два две вещи это требуемый результат так называемые метки то есть правильный результат что яблоко зеленые они красные и результат выхода из модели допустим результат выхода из модели 09 а требуемый результат единица тогда получается единица минус 0 9 и того на совет 0 1 и не ровно дело сеть делает так чтобы 0 1 превратить в ноль чтобы минимизировать данное значение двигаемся дальше что такое дериватива но для того чтобы дальше там паре пойти процесс обратно распространение он значит включая деривативы мы поговорим о деривативах а значит я сделал здесь некое допущение когда мы будем ингредиентом мы подразумеваем деривативы дериватив вычисляет оптимальное лучшее соотношение между величинами что это значит это значит самая кратчайшая дорога может привычка с помощью деривативов самое оптимальное ваши тренировочные нагрузки в течение дня или тренировочные загрузки в фитнес-зале или максима самую оптимальную траекторию мяча чтобы попасть ворота или оптимальное значение времени при котором у вас зрение не портится понимаете то есть он вычисляет оптимальное значение вот но основная его задача вычислять оптимальное значение дериватив может быть не оптимальным но если он равен нулю тому вычисляем какое-то максимальное или минимальное значение то есть он может найти или минимальное значение или максимальное значение самые самое значит допустим вот когда мы применяем минимальное минимальное когда нам надо оптимизировать затраты так чтобы у нас оставалось больше денег и мы находим минимальное значение параметров других различных знаете таких каких-то там и опыте мы людей нанимаем с каким с какими параметрами значит с каким образованием людей нанимать для того, чтобы получить максимальную прибыль компании. Это все можно рассчитать с помощью деривативов. А максимальное значение, это мы, допустим, хотим максимизировать прибыль. Что надо сделать, чтобы у нас были... То есть, минимальное значение мы минимизируем затраты, а максимальное значение мы максимизируем прибыль. И нейронная сеть работает на минимизации значений. Но можно сделать так, чтобы она максимизировала значение. Я вам покажу, как это сделать. Далее. Вот мы прошли данные, подали слой, функция потерь, обратное распространение. Что он делает? Вот, допустим, у наших в формуле WX plus B есть W, а у него еще есть дополнительный через точку. W точка град. Это градиенты. Они нам понадобятся для процесса оптимизации. И вот в процессе обратного распространения мы доходим до функции обратного распространения. И она идет к функции потерь, к слоям, обратно идет, и данным. То есть, фактически, мы прошли вперед, и теперь мы идем назад и заполняем значения W град и B град. То есть, у этого W, W само не изменяется, и B само не изменяется пока. Пока мы не дошли до процесса оптимизации. Просто у W появляется дополнительная циферка через точку. W точка град. Ну, так обычно обозначается. Которая сохраняет в себе значение градиентов, которые мы будем использовать в процессе оптимизации. Так. Идем дальше. Вот. Значит, как происходит процесс оптимизации? Значит, для того, чтобы понять процесс оптимизации, нужно понять коэффициент обучения. Или Learning Rate. Или, вкратце, LR. Что такое Learning Rate? У нас много параметров подается, и поэтому нам нужно Learning Rate, потому что у нас много данных. И мы не можем сразу вот, допустим, вот она была в этой точке, да, у нас посчитались деривативы. Потом мы двинулись сюда. Потом мы нашли здесь оптимальное значение деривативов, да. Когда у нас минимальные затраты. И мы получаем при этом минимальные затраты для выполнения, допустим, какой-то определенной операции. Мы не можем сразу двинуться в ноль, потому что у нас много данных. И поэтому для каждого, для каждой, значит, в каждом, в каждой итерации потихонечку мы двигаемся вниз, 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 для того, чтобы найти вот эту прерывистую линию, оптимальное значение, значит, касательную, которая представляет собой оптимальное, которая пересекается с нашей функцией. И в точке пересечения как раз дает нам минимальные затраты, или минимальные усилия, или что-то подобное. Вот, то есть у нас уже рассчитаны W град B град. И что он делает? Он берет вес, который мы используем в формуле WX плюс B, и к нему прибавляет, значит, минус коэффициент обучения, умноженный на W град. То значение, которое мы сохранили. И это все. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, вы оценили мои усилия. Я буду выкладывать еще больше видео. Подписывайтесь на мой канал. Если вам действительно понравилось, ставьте лайк. И заходите на мой сайт reinforcementlearning.ru, где есть курсы, и вы можете со мной пройти индивидуальное обучение по нейронным сетям.